Россия может уничтожить азербайджанскую армию. Заместитель по информационной политике президента Российской Академии Ракетных и Артиллерийских Наук, вице-президент Академии Геополитических Проблем, член Совета Лазаревского Клуба Константин Сивков, дал армянскому изданию «Ноев Ковчег» откровенно провокационное интервью. С военно-стратегической точки зрения, безусловно, уничтожить азербайджанскую армию Россия может. В свое время силами лишь одной дивизии в течение трех дней были разгромлены вооруженные силы Грузии, которые более 10 лет готовились к войне. С привлечением большого состава российских вооруженных сил армия Азербайджана также может быть разгромлена в три дня. Турки ввязаться в такой конфликт вряд ли решатся, потому что у Турции есть свои уязвимые места. Прежде всего, все тот же курдский вопрос. И не надо забывать, что Россия ядерная держава, и Турция может быть остановлена вплоть до применения тактического ядерного оружия. «Стратегическое и не потребуется. Турки это хорошо понимают», – заявил он. Доказывать абсурдность этих утверждений, приводя в пример очевидный факт невмешательства России в ход 44-дневной войны, когда Республика Армения и ее диаспора вопили о необходимости отправки в Карабах российских военнослужащих, излишне. Как излишне и напоминать о том, что в парке военных трофеев любой желающий в любой день может увидеть захваченной азербайджанской армией у противника оружие и военную технику. Она вся российская, включая и хваленый Искандер. Вспомнить можно также и парад победы в Баку, где также было продемонстрировано трофейное армянское оружие и военная техника сплошь российского производства. Но суть дела сейчас вином. Мы видим слишком много доказательств того, что Россия имеет планы по подталкиванию Армении к новой войне против Азербайджана. Это та данность, с которой нужно жить и, соответственно, развивать азербайджанскую армию и выстраивать внешнюю политику.